Здравствуйте, дорогие друзья! Начнем со старой Майсы. Известный цадик, раби Зуся из-за Неполя, сказал однажды, когда после смерти я вступлю в мир истины, меня не спросят там, Зуся, почему ты не был Болшебтова. Я не испугаюсь, в конце концов, как можно сравнить меня с таким гением, как Болшебтов. Если меня спросят, почему ты не стал Магидом из Межирича, я тоже буду знать, как возразить. Посмотрите на меня и посмотрите на Магидом. Мне будет трудно ответить только на один вопрос. Зуся почему-то не стал Зуся, почему-то не стал тем, кем мог стать, хотя мог стать им. Через несколько дней нас будут судить, в первую очередь, за то, как мы использовали возможности этого года, его потенциал. Есть ли у нас духовные продвижения, или мы просто переводили энергию неба в навоз. Творец дал нам каждому возможность вернуться к нему. Ибо заповедь написана в недельной нашей главе, которую я заповедую тебе сегодня, не сокрыта она от тебя и недалека. Рамбам сказал, что словами Тора «это заповедь» имеется в виду заповедь о раскаянии. Это особенно актуально сейчас, в последние дни уходящего года. Осталось чуть-чуть. В последние дни, когда можно получить хорошее решение на небе на следующий год. Остались секунды. Надо использовать их. Надо сесть и подумать. Обсудить с собой свой прошлый год. Надо честно сказать, что ты сделал не так. Надо построить план на следующий год, записать его и постараться следовать ему неукоснительно. Перед нами великий суд. Если у мира есть создатель, подумайте сами. То обязательно в какой-то момент времени должен быть суд на соответствие той или иной детали творения и как она работает. Особенно человек. Ведь он создан последним. Это деяние должно быть наиболее хорошее. Тот суд, в котором подсчитывается, сколько нам в начале года было выдано верхней энергии. Как мы справились с ее потреблением и куда мы ее потратили. От этого уже будет решаться, что нам дать на следующий год и давать ли вообще. И никто не может помочь в этом суде, кроме нас самих. Удивительно, но суд небесный нас меньше тревожит, чем земной. Если бы через три дня у нас был суд, на котором решалась судьба всего нашего имущества. Или кто-то хочет его отнять или потерять, или удвоить. Мы бы переживали, находили адвокатов, лучших или самых опытных. Сделали бы все для победы в суде. Но это нонсенс. Именно в небесном решается все. В небесном. Остальные суды только отголоски Рошашана. Когда человек, не про нас будет сказано, заболеет. Кто-то скажет, он заболел сегодня вечером. Летом или когда. Но один умный раввин говорил иначе нет. Он заболел в Рошашана. Все решается в Рошашана. Здоровье, жизнь, заработки. Все. Нам надо не потерять эти драгоценные часы, которые остались в Рошашана. Надо срочно лечить душу, которая предстанет как раз на суде. Как-то раз Болшентов проходил через город, в котором жил один человек. Он тяжело болел. Взвестие о прибытии в Бешта распространилось быстро. И врач, его лечивший, попросил знаменитого оцелителя на всякий случай подойти к пациенту. Зайдя к больному, Беш в течение нескольких секунд смотрел на него. Затем повернулся к жене и сказал, приготовь срочно куриный бульон. Она приготовила, больной еле отхлебнул этого навара и сразу оживившись заговорил. Беш пробыл с ним около часа. И за это время человеку полностью вернулись силы. Когда Болшентов собрался уходить, врач попросил его уделить несколько минут. Он спрашивает, скажите мне, Рэбе, этот человек был на породике смерти. Я ничем ему не мог помочь, и уж тем более его не мог исцелить какой-то куриный бульон. Как вам это удалось? Бешт ответил, болезнь появляется в теле, но зарождается в духе. Вылечили тело, а я заглянул в душу. Если человек использует свое тело безбожно, если он безрассуден в действиях, груб в словах, нарушает все заповеди, и не занимается благодеянием, его дух страдает и не может поддержать тело как следует. Именно это произошло с вашим пациентом. Но я обратился к его душе. И побудил его клониться от себодюбия, то есть исправиться. Душа согласилась, и тело сразу выздоровело. Врач спрашивает, Рэбе, все понятно, а при чем тут бульон? Бешт улыбнулся и ничего не сказал. Балшантов обладал способностью непосредственно вмешиваться во внутренние процессы, проходящие в человеке. Однако нельзя рассчитывать, что мы встретим человека такого же масштаба, который как башбешт. Такие люди бывают раз в тысячелетие. Нужно заниматься собой самостоятельно, очищая вот эти облачения своей души и развивая ее. Надо следить, что мысли стали чище, хотя бы чем были вчера. Слова более добрыми, деяния более правильные. То есть как-то двигаться надо. Мудрецы сказали, со временем твоя душа вернется к чистоте. И тогда тебе достанет силу клониться от зла и делать добро. Это в псалме. Вот после того, как мы долго-долго будем с ней работать, душа начнет ощущаться и поможет устоять в суде. Брахавы от слаха. Хорошего нам все сладкого года. И приговора такого, чтобы обрадовал нас всех. Брахавы от слаха. Брахавы от слаха. Брахавы от слаха.